Приветик всем, хотел снять еще один блог про такую вещь, что я вот много сижу дома, у меня еще привычка из Америки это делать ну из-за плохого зрения тоже и в общем я сижу дома, маринуюсь и постоянно пишу всякую фигню ВКонтакте, депрессивную и как только я выхожу на улицу, то у меня сразу лучше настроение посмотрите какой прекрасный дворик вот, советский дворик, обожаю и у меня сразу лучше настроение вот, просто, опять же, это, то есть мне, наверное, очень бы помогло если бы я, может быть, ходил на какую-то работу или куда-нибудь ходил, на какой-нибудь там просто, ну вот я не знаю, может быть, я домосед ну вот просто хотел сказать, опять же, у меня это много чего потому что от Америки, где я 25 лет прожил я привык, что если выходишь на улицу, то еще депрессивнее, чем дома или что-то в этом роде вот, и у меня до сих пор с этим, это самое до сих пор вот привычка сидеть дома и мариноваться я просто каждый раз поражаюсь вот я даже сейчас вот, у меня было жуткое настроение я там писал какую-то фигню вконтакте, что там все мне надоело и тому подобное и там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и вот как только я вышел на улицу сейчас просто погулял немного, расходился вот народ, конечно, у нас выглядит знаете, многие эти самые лица у людей так серьезные вот, но Но все равно, то есть насколько, ну вообще это все, конечно, как я и говорил еще в Америке, это сложная всякая психологическая начинка того, что нужно человеку, как вот окружающая среда влияет на человека. И, например, один из этих тезисов, что если все вокруг тебя улыбаются, то на самом деле это хуже, чем если все вокруг хмурые. Это абсолютный факт. Но народ у нас все-таки хмурый. Что есть, то есть. Но опять же, лучше, чем если бы все ходили и улыбались, как эти самые. Новости из Америки одна хуже другой. Там какие-то перестрелки постоянные. То есть практически каждый день стреляют в Техасе, там 15 человек, в какой-то школе, во все школы. Я даже по-английски сделал блог про то, как я ходил в свою школу. Вот. И как, ну в американскую, как это было ужасно. Может быть я и по-русски сделаю тоже блог. Ну то есть я же ходил в американскую школу, я ходил и в российскую школу. Вот. В Москве я ходил в английскую школу, которая была чуть на шаг выше, чем районная. И в общем, жил я в трех местах США. И самая худшая была калифорнийская школа абсолютно. Вот. А мичиганская школа, я жил в Мичиган, Бостон и Калифорний. Мичиганская школа была наименее худшая. Но все равно хреново. Ну то есть вот почему я об этом говорю, потому что я отлично понимаю, почему там столько насилия в школах и всякие перестрелки, потому что просто очень токсичная атмосфера была там. Вот. Ну вот такие дела, в общем. Мне, наверное, легче снимать какие-нибудь коротенькие видео, чем длинные. В общем, увидимся в следующем видео. Пока.